МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соблюдаются ли особые эпидемиологические меры в Десногорске, проверяет Санитарная комиссия. В составе представителей администрации и Роспотребнадзора внимание уже было уделено многим торговым объектам. В пятницу 27 ноября санитарные условия были проинспектированы в подъездах жилых домов. У нас рабочий день начинается с 6 часов. С утра мы начинаем первым делом опрыскивать, протирать, дезинфицировать. С раннего утра задача коммунальщиков не только уборка, но и дезинфекция подъездов многоквартирных домов. Внимание особенно уделяется кнопкам домофона и лифта, ручкам входных дверей. Эти и другие контактные поверхности обрабатываются дезинфицирующим раствором. Где у нас есть ковидные больные, тогда мы обрабатываем полностью подъезды или этажи, на которых они проживают. Факт проведенной уборки фиксируется в специальном графике. Для наглядности он с недавних пор размещается в подъезде. Но контрольный лист сохраняется не всегда. У вас должен быть в каждом подъезде размещен график санитарных обработок. Пожалуйста. А, просто вот так вот жители к этому относятся. Ну, я понимаю, что жители у нас плохо относятся к этому всему, но обновлять его надо. Санитарная комиссия посетила три подъезда, находящихся в ведении МУПККП и САЭС-сервис. Независимо от адреса, меры принимаются схожие. Члены комиссии рекомендовали не снижать темпов дезинфекции и прислушиваться к комментариям жителей Десногорска. Роспись по дереву, вышивание картин, создание развивающих игрушек и не только – так проводят свой досуг некоторые десногорцы во время пандемии. Итоги таких увлечений представлены в Центральной библиотеке. Это очень щепетильная работа, это очень долго. Одна картина вышивается месяца три, на протяжении трех месяцев. Они сами по себе очень дорогие, потому что очень много работы. Будь то вышивание крестиком или акварельная живопись, любое такое полотно требует внимания и терпения, что и отличает настоящего художника. Таких в Десногорске как минимум 22 человека. Столько набралось участников выставки под названием «Умелые руки не знают скуки». Каждый экспонат говорит не только о кропотливом труде художника, но и о настроении, которое присутствовало с ним во время творческой работы. Она изображена яркими цветами, насыщенными. Здесь и черные, и красные, и оранжевые, жар птица. Именно такая, как она должна быть. Жар, горит вся. Всего на выставке представлено более 100 работ, выполненных вручную в разных техниках. Каждый экспонат – это не только дополнение домашнего интерьера. Цветовое исполнение предмета оказывает еще и положительный терапевтический эффект. Ведь в условиях зимнего времени года яркие краски и теплые материалы особенно влияют на настроение. При этом это касается как зрителя, так и самого художника. Во время пандемии рекомендуется просто заняться рукоделием, чтобы создать людям праздничное настроение, отвлечься от повседневной нашей жизни, чтобы было больше красок, больше настроения. Выставка «Умелые руки, не знаю скуки» – народные умельцы города Десногорска, открытая в Центральной библиотеке города до конца декабря. В конце выпуска о погоде. 1 декабря в Десногорске переменная облачность возможен снег. Днем – минус два, ночью до минус пяти. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь с компанией Десна ТВ. Всего доброго! Продолжение следует...